Приветствую вас! Давайте по порядку попробуем разобраться с вашей проблемой. Вы говорите, что так получилось, что не успеваем вовремя взять заказчику выполненные работы. Ждать надо завтра и подписать акт выполненных работ тоже завтра. Реально ждать получится на два дня позже, через пятницу. Официально обязательно акт надо подписать завтра. Смотрите, значит, если у вас образовались обстоятельства, по которым вы не можете ждать выполненные работы срок, и они будут сданы на два дня позже, то в первую очередь нужно определить, насколько фатален ущерб от того, что вы просрочили срок сдачи работы. Осознаете ли вы этот ущерб и готовы ли вы его возместить? Чем яснее вы назовете причины задержки срока сдачи работы, и чем активнее вы сделаете упор на то, что вы возместите ущерб, связанный с задержкой, тем выше ваши шансы получить подпись этого человека. Значит, вопрос в следующем. Как грамотно в психологии провести разговор с человеком, чтобы получить эту подпись, его подпись? Ну, если я правильно понял, человек принципиальный, правда, вот трипоны какие у него не очень понятны, и вообще информации о человеке довольно мало. То есть, если вы вызываете его слегка высокомерным, значит, это может быть как ваше субъективное мнение, так и действительное его качество, но этого качества мало для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Все это заключается в том, что вам нужно определить, что человек уважает. То есть, вот какие качества человек уважает. Уважает человек, например, ответственность. Когда вам нужно эту самую ответственность проявить. Уважает человек прям к прямоту. Когда вам нужно прямо все сказать, как есть, ничего не скрывая и так далее. Уважает человек, например, скажем, что-то еще И вот на это сделать упор То есть, исходя из характера работ Исходя из природы ваших работ Два дня это не тот срок, из-за которого можно не получить подпись Если все понимают, если все знают Если вреда от ущерба нет Или если вы готовы его как-то возместить То есть, я думаю, что вам нужно начать разговор с того, что вы человеку рассказываете о ходе выполнения работ Приводите ему доказательства того, что все работы выполнены, как вы говорите Значит, ну, 100% будет цена, но на два дня польза То есть, вам нужно предъявить человеку доказательства того, что работа выполнена И, как можно четко рассказать причины, благодаря которым была задержка И вызваться, нести ответственность за эту задержку То есть, либо это выйдет из вашего награждения, либо что-то еще То есть, обязательно, наверное, вот сказать так По сути дела, больше вариантов здесь нет Ну, как с моей стороны Потому что вы мне привели слишком мало информации о себе, о своих работах и о живой языке Значит, давайте немножечко подытожим Смотрите С одной стороны, вы делаете все, что касается открытости и подрачности ситуации, связанной с выполнением работы С другой стороны, вы даете человеку понять, что готовы, а нести ответственность С третьей стороны, вы подаетесь так, как человек уважает Вы можете спросить у, например, его знакомых Или из тех, кто с ним работал О том, что или какие качества этот человек больше всего уважает То есть, вот что такое убеждение, в принципе Убедить человека, значит, говорить на его языке Его принятыми им терминами и значениями То есть, по сути дела, говорить на ему понятном языке Действовать на его поле Чтобы это поле было ему знакомо И чтобы он увидел, что вот, исходя из его привычного понимания Ничего страшного, в том, что работа задерживается на два дня нет Но если вы будете говорить, например, с человеком, который любит строгость и четкость Если вы будете с таким человеком говорить Соответственно, расплывчато и Ну, без четкой систематичности То, соответственно, понятно, что убедить вас такого человека не получится То есть, нужно обратить внимание на то, что ему важно Обратить внимание на то, что он ценит И тогда, я думаю, все будет в порядке По крайней мере, еще раз повторю вам с моей позиции Вот А на этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Пишите в личку, помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи!